всем привет мои дорогие я очень рада что вы сегодня заглянули ко мне на канал мой канал о парфюмерии и меня зовут лена сегодня у меня новый ароматик куплен из барахолки а это аромат бренда который у меня уже аромат от этого бренда есть и я очень давно на него заглядывалась но он снят с производства в интернет магазинах еще его можно найти причем по доступной цене но когда я увидела его на барахолочке я его сразу же схватила если вам интересно об этом послушать оставайтесь со мной до 3 пойдет об аромате айсберг фрагранс вы знаете у меня уже от бренда айсберг есть парфюмчик который я очень и очень люблю нежной любовью это айсберг twice у меня он уже задублен и я уже у нас носила это по моему вот это по счету по моему флакон 3 если не 4 то есть у меня соток никогда не было всегда покупала либо 50 миллилитров либо 30 то есть они у меня сношены этот аромат он меня с юности всегда это холодные знаете белые цветы здесь очень много лилии ландыша жасмина но все это чуть-чуть с медовыми оттенками сладости здесь практически нет он холодный такой пудровый отстраненный парфюм но я его очень очень обожаю люблю нежной любовью это мой парфюм на все времена он всегда со мной должен быть это еще одна из парфюм этих которая навсегда со мной и в свое время я его на натина успела эти 100 миллилитров вообще за копейки схватить я довольна что он у меня есть просто подойти понюхать эти белые цветы с медовыми аккордами совершенно не сладкий такой знаете меланхоличная немножко скажем так настроение этого парфюма но я обожаю он связан с моей юностью беззаботной поэтому на все мои времена и как говорится по гава памятая своей любви к этому аромату я всегда засматривалась на вот этот вот шикарный флакон это концентрация парфюм смотрите ну правда согласитесь же флакончик такой достойный да он позиционируется как унисекс я скажу вам я да действительно вижу его и на мужчине но знаете когда я его заполучила я поняла что что-то мне в этом аромате ну вот не не легла у меня к нему душа да он красивый вы знаете здесь очень много специй кориандра именно кориандра знаете которые вот в гранулах да вот это вот специя кориандра когда вот размалываешь его что-то готовишь у меня между прочим вот мои близкие они никто не любят они никто не любят кориандр не не вот в этой специи кориандр же ты нас кинза вот не зелень кинзы я люблю ребят все эти моменты я вообще тут специи это все моё и здесь вы знаете старт да и на протяжении всего аромата очень много именно этого кориандра кориандр с бергамотом кориандр с бергамотом чуть приперченая тогда даже и не чуть прям перченый ароматик тоже такой вы знаете ванили здесь есть но она на таком дальнем плане что практически и не слышно то есть сладости она сюда как как таковой какой бы мне хотелось может быть если он был немножко послаще может быть он мне и зашел но вот какая-то нота я не знаю какая меня вот ну не как она меня вот не располагает к этому парфюму никак я не могу с ним сговориться знаете здесь и замшевая аккорды то есть и пачулечки легкие такие чуть-чуть пыльноватые можно даже сказать не шоколадная именно пыльноватые пачули и здесь в аромате мимоза я вот думаю может быть мимоза мне ну не заходит так как бы мне хотелось потому что я же люблю специи у меня вот слоник от kenzo там море море специи все это со сладостью он такой красивый сблази почему этот аромат ну никак не могу я с ним подружиться я говорю он он я достаточно давно у меня появился и я его пшик написать и я его взяла он вот тут вообще полный флакон то есть вот то что там кто-то на надпись это наверное не видно вот то что я вот это я от пила то есть я его нанесу причем больше что меня удивило концентрация парфюм ребят стойкость два часа стойкость два часа если айсберг twice он со мной вы знаете весь день то есть пару-тройку распыления везде а здесь даже два-три распыления не спасает ситуацию он совершенно не стойки хотя казалось бы все такие ингредиенты то есть и специи то есть кориандр и почули и замша что он вроде как бы должен задержаться на вас но вот он на мне совершенно не держится в общем скажу я вам не разочарована как не знаете как для изучения вот этих вот ароматов кориандра того же самого замша очень интересная композиция но на меня не садится вот какая-то нота она мне вот не дает покоя что она мне среди да он шлифит на руке он очень шлифит ну совершенно недолго поэтому вот знаете вот появился он у меня еще вот прям совсем совсем в начале весны еще в холода я думаю но сейчас потеплеет я маленечко его поношу но сейчас там еще что-то там я его и в холод я его и в тепло я его везде никак у меня с ним слада нет я вот даже и не знаю что мне с ним делать и флакошечек такой да вот красивый для коллекции тем более ну это снятость возможно скоро исчезнет я говорю что он в интернет магазине его еще пока что можно прикупите по привлекательной цене достаточно ну и бренд айсберг вам скажу достаточно такая бюджетная у них ценовая категория вот поэтому если кому-то нравятся такие ноточки мимозы замши кориандра то есть в принципе здесь все такое по вот по описанию ребят я считала что он мне зайдет но как оказалось на деле я вот с ним не как могу подружиться кстати говоря да может быть попробовать мне мужу предложить может быть на него он сядет но не хотелось бы с таким шедевром конечно расставаться но сама я никак никак с ним не могу найти общий язык так что дорогие мои расскажите мне у кого-нибудь есть или был такой парфюм как он вам находите ли вы с ним гавуля общий язык как он на вас садится или не садится мешают ли вам какие-то ноточки компоненты но я ну я расстроилась что он не особо таки зашел я конечно еще буду делать поход по подходы попытки я попытаюсь его еще летом носить разнашивать но не знаю нас насколько насколько в меня хватит попробую предложить все таки мужу я говорю я люблю ароматом давать шансы что мне сразу не заходит потом не в принципе начинает травиться поэтому как то так так что дорогие мои давайте встретимся с вами в комментариях обсудим эту парфюмку расскажите мне как как он вам если у вас было ли что вы по его поводу думаете мне всегда очень интересно ваше мнение если кому-то очень нравится этот парфюм прошу конечно прощения что я там к нему вот как то так но может быть придется но это мое субъективное мнение я высказываю чисто свое мнение ну мне вот это парфюм очка никак не заходит а вот то есть айсберг твайс пока от бренда айсберг у меня остается в любимчиках этот аромат в любимчики не попал ну а я вам желаю всегда самых вкусных парфюматик заходите ко мне на канал подписывайтесь если еще не подписаны мы встретимся с вами снова скоро до новых встреч пока пока